Всем большой привет! Меня зовут Сулу. Вы на моем канале о вязании. Сегодняшнее видео будет посвящено тому, что я связала за последнее время. Если вам интересно посмотреть мои готовые работы, то, конечно же, оставайтесь со мной. И первое, о чем хочу я с вами поделиться, пока не показываю свои готовые работы, это о вязальном марафоне. В конце октября стартует марафон по вязанию женских и детских изделий. Мастер-классов всего 10. Там будут вязать берет, тапочки из трикотажной пряжи, тунику, оверсайз. Также есть кардиган и джемпер. Детские изделия это шапочка, капюшон. Ну, в общем, их много, 10 штук. Будут мастера с Казахстана и России. И я буду выступать там мастером по вязанию вот этого лисенка. Один из мастер-классов это вот этот лисенок. Если вы хотите участвовать, то я обязательно оставлю под видео ссылку. Переходите, подписывайтесь, выполняйте условия и вас добавят в список участников. Марафон, как я уже сказала, стартует в конце октября. Будет множество подарков и сюрпризов. Вы можете участвовать в одном мастер-классе или в нескольких. Это по вашему желанию. Если вы успеете, вы можете вязать все 10 изделий. Поэтому ссылка под видео есть. Обязательно посмотрите. Итак, теперь расскажу про готовые работы. В начале месяца я снимала мастер-класс по вот такому панде. Вот такой панда. Размер у него 19-20 сантиметров. Вязала из пряжи Янар Джинс. Белый цвет номер 62. Черный 53. Вот такой панда получился. Вообще, когда я снимала мастер-класс, со мной приключилась такая история, что я все сняла от начала до конца. И когда переносила видео на компьютер, некоторые файлы удалились. Я их сама, собственно, ручно удалила. Думала, что я уже их перенесла. Поэтому мне пришлось заново все переснимать. Я так была расстроена. Потому что надо было каждое видео просмотреть. Найти, какая часть тела отсутствует. Это снять. Ну, в общем, такая история была. Я по частичкам снимала вот эти уши, глазки, мордочку. Потом все это собирала. И когда я связала, ну, собрала полностью панду, у меня оставались еще ушки, глазки, мордочка. А головы с телом нету, в общем. И потом, через время, я собрала, то есть связала другие части тела. И получился вот такой второй пандочка. Точно такой же. Ну, они даже отличаются. Вот вроде бы один и тот же мастер-класс, но мордочки как будто у них разные. Ну, вот такие вот два пандочки у меня получились. Вот такие. И стыки цветов в задней части, да, чтобы спереди у нас ничего не было видно. Вот такие панды. Следующая игрушка, которую я связала, это вот такой мишка. Такой классненький. Вот такой у него есть колпачок. Так его можно надеть. Мишка связан по мастер-классу плюшевый мишка Соня. Он есть в свободном доступе в интернете. Я обязательно оставлю ссылку под видео на мастер-класс. Но связан он там из пряжи Хималайя Долфин Бэби. А я вязала из Янард джинс. Из плюшевой пряжи он получается больших размеров. А у меня он вот такой маленький. 20 сантиметров. Без колпачка. Как я уже сказала, вязала из пряжи Янард джинс. Так. Вот этот светло-желтый цвет. Это номер 67. А серый номер 46. И вот такой вот мишка Соня у меня получился. Он такой классненький. Вот. Такой у него колпачок. В мастер-классе также вот эти вот пижамка. Она вот здесь прошита вот такими белыми ниточками. Кстати, белый цвет 62. Вот этот помпон и тапочки. Пижама по краям вот здесь. Вот здесь. Имеет такие края белым цветом. И воротничок белый. Но я не стала вязать. У меня такой. Вот такая игрушка. Следующая игрушка. Это вот такой серенький зайчик. Он такой маленький, крохотный. Так вот помещается в ладошку. Он всего 17 сантиметров. Для его вязания я использовала также пряжу Янард джинс. Серого цвета. Описание принадлежит не мне, а Анастасии. Инстаграм у нее Barbaristore. Это описание доступно в интернете. В свободном доступе. Я оставлю ссылку. Вот такой прелестный зайчик получается. Он такой классный. Я когда это описание увидела, мне сразу захотелось его связать. Кстати, на этого зайчика уходит всего полматка пряжи. Даже может меньше. Я как бы не взвешивала остаток от матка. Вот такой глазки 8 миллиметров. Вот такой зайчик получился. Следующая и последняя игрушка, которая связана мной за этот период. Это вот такой мишка. Этот мишка с шарфиком. В малиновой пижамке. Вот такой мишка. Этот мишка связан по моему мастер-классу, который есть на канале. Он самый первый мастер-класс, снятый мной. Мишка 24 сантиметра. Связан из джинса. Серого и вот такого малинового. Малиновый цвет я, к сожалению, не помню какой номер. А шарфик у него связан обычным столбиком за заднюю стенку. То есть вы набираете необходимое количество воздушных петель. И вяжете обычные столбики. И только когда в следующий раз начинаете ряд провязывать, вы вяжете вот за вот эту заднюю стенку. И вот такой шарфик получается. Шарфик связан из-за остатков пряжи казалбой бикотта. Этикетка потеряна, поэтому я вам не могу сказать номер цвета. Вот такой вот мишка получается. Глазки у него безопасные. То есть глазки на безопасном креплении 8 миллиметров. Вот такой мишка получился. Теперь о вязании спицами. Как я уже говорила, я вяжу и крючком, и спицами. Просто крючком я вяжу игрушки. А спицами я вяжу вещи и аксессуары. И в сентябре я связала из вот такой классной пряжи. Вот такая у нее расцветка. Секции короткие, секционная эта пряжа. Эта пряжа итальянская, бобинная. Называется она, по-моему, Мойра. Если я правильно запомнила, я вам обязательно под видео напишу, либо здесь, как эта пряжа называется. Точно. Эта пряжа полушерстяная. Я вам ставлю фотографии шапок. Я ездила в гости к своим родителям и встречалась со своими одноклассницами. И вот одной из них я подарила такой фэмили лук для нее и для ее дочери. Вот именно из такой пряжи. Шапочки с подкладом. В одной шапке я использовала Alize Lana Gold 800. Такого серого, светло-серого цвета. Во второй использовала Alize Baby Wool. К сожалению, шапок, как видите, у меня уже нет. Поэтому я вам не могу показать подклад. Вот такие шапки я связала. Еще в сентябре я связала повязочку. У меня ее, к сожалению, нет в наличии. Ее заказала моя соседка. Я уже давно ее отдала. И она с удовольствием ее носит. Я вам ставлю обязательно фотографии. И эту повязку я вязала из Lana Gold 800. И также из пряжи Gazal Christmas Yarn. Я вам обязательно подпишу состав этой пряжи. Вот такая повязка получилась. Кстати, вот такие повязки в последнее время очень модные. Вот так выглядит пряжа Gazal Christmas Yarn. Видео не передает, но у этой пряжи есть такой блеск. Такой легкий блеск. Даже на изделии его видно. Здесь в 50 граммах 400 метров. Состав 40% австралийская шерсть, 20% полиамид и 40% полиакрил. Вот такая интересная пряжа. Я ее покупала давно. Она у меня лежала в запасах. И для этой повязки я и решила ее использовать. Она ей придала такой интересный блеск. Но на камере его не видно. Это все, что я вам хотела показать и рассказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok